Привет, друзья! В данном видео я расскажу вам одну очень весьма интересную информацию, а именно, как распознать магнитную бурю. Один есть фактор, как можно, в принципе, магнитную бурю распознать, как человек, который находится на группе инвалидности из-за черепно-мозговой травмы. Но суть не в этом. Магнитную бурю я, в принципе, так чувствую, ее приближение, но не чувствуете вы. И теперь в этом видео я расскажу вам об одном факторе, о котором вы всегда должны замечать. При приближении магнитной бури за сутки это происходит всегда, как осенью, весной, летом и, в принципе, зимой. Когда идет магнитная буря, начинается магнитная буря за сутки до этого. И в сам момент магнитной бури рыба не уводится ни на реке, ни на озере, ни зимой, ни летом, ни весной, ни осенью. Но есть один фактор, как эту магнитную бурю распознать, не имея никаких приборов, можно ее, в принципе, так увидеть. Допустим, собрались вы завтра на рыбалку. Сегодня, не важно, лето, осень, зима, весна, все угодно. И тут происходит такое. Вороны, вороны, птицы, садятся на большие деревья, большими стаями. Это зимой не всегда бывает к морозам. Летом-то, допустим, какие морозы, или там весной, или осень, да? Вот, не пуляйте это с морозами. Допустим, та же сама весна, лето и осень. Вот. Когда вороны садятся на тополя, или на большие деревья, неважно, тополь там берется, или еще чего-то. В общем, деревья большие. На самом макушке их стаями, огромные. Можно видеть, что аж черно, знаете, как его деревья, будь то тополь, будь то береза, будь то рябина, либо чего-то другое, высокое. Это, они садятся на самые высокие деревья. Не просто на деревья, а именно на самые-самые-самые. И много-много их так. Вот сколько раз сравнивал магнитную бурю с собой и с птицами. То есть, вот, когда вороны садятся на эти самые деревья, немножко мне по состоянию здоровья эта ямка дает, так сказать, ложное головокружение или обморок. Ну, обморок, когда, знаете, стоишь, секунда, резкая темнота, и все. Где стоял, там упал, в принципе. Ну, такое бывает у нас. Я уже к этому прибыл, нормально. Ну, еще при ложном головокружении, в принципе, это перед магнитными бурями очень часто бывает. Когда почва начинает под тобой ходить, вскоре ты рухнешь. В медицине это заболевание называется ложное головокружение. Ты падаешь, как будто в обмороке, но при этом ты все видишь, но не слышишь звуков. Видишь все. В обычном обмороке, когда рухнул, там все, пропал за секунду. Но при ложном можно еще, в принципе, в головокружении чего-то предпринять, допустим. Присесть или прилечь, к примеру. При обмороке, конечно, все. Где стоял, там упал. Но это происходит, друзья, перед магнитными бурями. И когда, точнее, сначала начинается головокружение, а когда идет сама магнитная буря, тогда да. Где стоял, там и устал. И я заметил то самое сходство. Страдая вот этим, когда приближается сама магнитная буря, и когда она уже, в принципе-то, идет, все вороны, именно вороны, садятся на большие деревья, на самый верх. И ставить их огромное, аж черно. Знаете, как спугнуть их? Фотоаппарат возьмите на фразки, на березу или там, чтобы вспышку включите. Ну, со вспышкой, чтобы вспышка происходит, все улетает. Но, ладно, это шутки атак. Для информации. Если хотите попугать, поприкалываться. Ну, вот. Так, друзья, можно распознать, в принципе, магнитную бурю. Когда вы собрались завтра на рыбалку, неважно, зима, весна, лето, осень, и видите, ну, допустим, март месяц, да. И тут вы видите, что все вороны усилились сегодня на деревья, на самом огуре, на яичном черном. Завтра будет удар магнитной буря. При магнитной буре, друзья, рыба не клюет. Поэтому я вам, друзья, расскажу, что если вы поехали завтра на рыбалку, но увидели такое, приехали на водоем, рыба у вас не клюет по какой-то причине. Не грешите на насадки, на прикромки, на выбор местности. Даже если камеры тусите, рыба есть. Но она находится в таком коматозном состоянии. Вот, когда идет магнитная буря. Все люди, кто страдают какими-то заболеваниями, вот, как, например, я черепно-мозговыми, мозговая травма и какими-то другими. Там у кого-то суставы болят, у кого-то еще чего-то там болит. Вот. Это чувствую. И параллельно с этим, друзья, вот я обращал свой край внимание на птиц. Не знаю, почему они садятся на самые-самые высокие деревья, будь то березы, будь то тополя. Чем выше дерево, тем больше там ворон. Я понять, в принципе, не могу и объяснить с точки зрения, как человек тоже. Не знаю. Но как только вороны, серии все сегодня на деревья, на верхушке, завтра будет 100% удар магнитной бури. При этом, при этом, ни давление, ни температура на улице не изменится. Давление, допустим, как было 750, оно так и будет 750. Температура как стояла одна, так и будет одна. Это происходит как зимой, в принципе, летом, так весной, в принципе, так и осенью.